Доброй ночи! Здравствуйте! Здравствуйте! Я вот обращался в полицию, да, мне камеру сломали, обматерил. А, хорошо. Вот так нормально? Камеру сломали, ударил по камере и матом выражался в общественном месте. Что произошло вкратце? Зашли в ресторан. Это совсем вкратце. Нет ли там владельцев автомобилей, которые были припаркованы на тротуаре? Потому что инспекторы скромные попались, побоялись это сделать. Зашли в зал, поинтересовались. Подошел официант, по-моему, у него вилка или ложка, что-то в руках было такое. И ударил вот этого молодого человека по камере, по видеокамере. Заматерился он вроде? Заматерился менеджер. А, менеджер. Я уже слышал, матерился, не матерился. Он зафиксировался. Вот по камере я видел, как ударил, даже зафиксировался. Будут заявления писать? Да, все есть, конечно. Все есть, абсолютно, конечно. Он снимал меня со стороны. Готовы, конечно. Только можете представиться, пожалуйста, его значки не обязательны к ношению? Значки. Обязательно? Нет. У вас нет? Понятно. Не на охране вообще. А, нет. Все. Обязательно передам, конечно. И он записан со стороны, по-моему. Да? Да. Да, и представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Я старший опера Полунович. На управлении УВД России по городу Краснодаре. Старший лейтенант полиции Кулинов Андрей Николаевич. Очень приятно. Лейтенант юстиции Андрей Николаевич. Следователь. Все. Очень приятно. Спасибо, да. Спасибо. Не буду вам мешать. Общайтесь. Да. Официант ушел, не ушел, непонятно. Я пока сотрудниками ТПС. Потому что им уже ехать, кому пора. Они все тянут. Ну, подожди, там эвакуатор должен приехать еще. Я не знаю, ушел этот официант, не ушел. Закрылось, в общем-то, заведение сейчас. Здрасте. Вот здесь. Так, это один гражданин, а второй, как мы пойдем дальше. Если найти его не надо. Да, там официанта только. Длинный, высокий такой. Который бил по камере высокий длинный официант. Тонкий такой. Не знаю, как его зовут. Да, ну такой, худощавый. Так, приехал следственно-оперативная группа. И сейчас будут искать там менеджера всех официантов. И, соответственно, напишем заявление. Будут разбираться. Что там? Насчет конусов. Разберутся. А, разберутся. Отлично, да. Да, и вот они разбираются, да? Да. А может так это какой-нибудь составить? Не хотят они, да? Не, говорит, разберутся и все. Как они разбираться? По понятиям. А мы зафиксируем регистрационные знаки следственно-оперативной группы. Разбираются. Да, они. Обязательно. Обязательно. Автомобиль Росгвардии Сергей 0963, 23 регионы. Да. И автомобиль. Вот так вот. Сейчас пока Алексей занимается следственно-оперативной. А можно секундочку. А скажите, пожалуйста, вы с конусами что-то будете делать? Оформлять их? Они препятствовали движению пешеходов на тротуаре. И, предположительно, с их помощью совершалось административное правонарушение. Со слов очевидцев. Вот водители как раз на тротуаре припаркованных. Которые сообщили о том, что когда они подъезжали, эти предметы стояли на проезжей части. Их убирали и парковали. Сказать можно. Они стояли где-то. Понад забором стояли. За деревом стояли. Как находку. Можете принять? Правильно проходу. Они за деревом стояли. Нет. Вы о чем говорите? Нет. Ну, конусы за деревом стояли. Есть статья 12.33. Подождите. Они на дороге не стояли. Подождите секундочку. Я же объясняю. Есть статья 12.33 КОП РФ. Разберемся. Разберутся. Ну, так же, наверное, как и здесь они разобрались. Разберутся. Сначала убеждал меня в том, что и дерево мешает, да то не мешает. Понимаешь, такой бред всякий. А потом я ему говорю, статья 12.33 КОП РФ. Мы разберемся. Обратно в телефон набираться пошел. Ужас. И вот они разбираются, да? Да. А может так какой-нибудь составить? Не хотят они, да? Не. Говорит, разберутся и все. Как они разбираться? По понятиям может разбираться будут. В 90-х годах тоже разбирались. Да. Надо зафиксировать номера всех участвующих лиц. Автомобиль Росгвардии Сергей 0163 23 регион. И автомобиль группы следственно-оперативной. УАЗ Патриот. Анна 0694 23 регион. Отлично. Маячки включили, но непонятно зачем. И не закрывается раз. Вот он не закрывается. Вот. Ну перейдите чуть-чуть. Слышите? На хрусти. Ну видимо там механизм сломан. И зеленым цветом стал снимать. Цвета. Видите зеленый цвет вот. Ну зеленцов. Ты сейчас очень плохо в камерах разбираешься. Ну зеленый. Сейчас давайте покажу. Хорошо. На синий вот зеленый. Вот синий. Видите цвет? Синий. Это синий. Темно-синий. Ну да. Смотрите у меня какой цвет. Зеленый, да? Вот и все. После этого удара. Вот что произошло. И матом выражался тоже зафиксирован. Менеджер. Нецензурное брание. В общественном месте. Прям в зале ресторана. Куча гостей. Людей. Замечания ему я неоднократно делал. А вы что делаете? Тому человеку, который вам ложка... Нет. Официант. Официант проходил. Вот так мне с камерой. Вот так я снимал. Он берет вот так снизу. Бахнул мне. По камере. Официант. А менеджер материл при этом. Матом ругался. Менеджер другой человек. Которого мы ждем. На который два постановления должны вынести за то, что он на тротуар поставил автомобиль. Менеджер в черном. А официант в белом высокий. Я не знаю кто это. Афициант я не вижу где он. Может кто ушел. Я понял. Вот и все. А как-то у вас ущерб будет? Какие знаки? Ну направление на экспертизу. Сейчас зафиксирует какие сейчас повреждения. Чтобы потом не было сомнений, что он не дало мало ее или как-то. Все это каким-то образом. Фотофиксация, видеофиксация. Фотофиксация вот здесь не закрывается. Или как это предусмотрено. Изменений все. Вообще. Протоколы мы смотрим. Да. А ну как вам же виднее. Может не специалист просто. Так все работает. Сейчас надо установить хотя бы где эти лица. Я даже не могу. Потому что они действительно могли покинуть место. Работа закончилась в ресторане. Ну да. Вот. Они здесь? Нет? Не знаете? Сейчас. 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 А. Понятно. Ну нас тоже не снимают. Ладно. Так. А что у нас с БМВ вот с этой? Эвакуатор ждем? Что-то он очень-очень долго. Такое ощущение, что в Тимошекс поехал. А по конусам акта когда будете составлять? Только с нами. Или составляют уже? Акты. Вот по конусам. Акты определения у вас будут. Ну их же изымать будете? А. Все. Все. Понял. Можно как-то. А вы не умеете писать? Я? Я умею писать только тогда, когда полиция приезжает вовремя, а не после того, как я в 8 часов в Озефротеле похожу. Понимаете? И после того, как вы на мое десятое обращение не можете отреагировать. А у меня руки уже в перчатках замерзли с этой камерой тут ходить. А вы в машине сидите, в телефончике играете. Замечательно просто. «Илёша». Андреев. Станислав Валерьевич 2.04.1986 Да зачем? Есть или нет? Да нет вроде Посмотрите, место рождения Город Крымск Сейчас подаю заявление в отношении действий пациента Паспорт можно лично установить Зачем? Установить вашу личность? Зачем? Подтвердить, что это вы А требуется? Ну конечно Зачем? Может это не вы? Может и не я Ну да как это за... Со слов Подложенное заявление? Почему? А так? Нет, я вам сообщу данные Да я понимаю У вас есть сомнения, что я могу сокрыть свои данные? Или что? Почему? Какие основания? Ну не знаю, я что не знаю У вас впервые вышли Ну и что? Ну не впервые, а второй раз, третий В массе паспорта нет, что делать? Не принимать заявление? Ну вы говорите, может быть, может нет Вы скажите, есть или нет паспорт? Нету Если есть, то я посмотрю Да нету Я вас не буду обманывать Адрес электронной почты можете мой записать? Я туда ответ буду получать Место жительства Не, я место жительства не могу Я его меняю Очень часто В настоящее время, сегодня вы где живете? А вот у Алексея живу Вот у друга моего живу сегодня у Алексея А завтра буду у Павла, своего друга жить А после завтра у Александра На сегодняшний день Где вы живете? Здесь, вот на фротеле живу Здесь проживаю свою жизнь вместе с вами Адрес электронной почты Можете записать латинскими буквами Маленькими Не, место жительства Это не адрес электронной почты Для чего вам место жительства? Для того, чтобы ответ направить мне или что? Да Ответ мне на электронную почту Хорошо, мы в объяснении укажем, что ответ вам отправят по электронной почте Нет, это здесь вы укажите Стас, слушай Это место жительства Ну не сообщил, значит В смысле не сообщил? Ну просто не сообщил, да и все А как я вам ответ отправлю? Я же говорю, на электронную почту Я получаю ответы Потому что в бумажном виде они до меня не доходят Ну подадите заявление в электронном виде Тогда отправят вам на электронную почту Вы, закон о полиции, знаете? Не знаю 736 приказ, знаете? Знаю Ну, а порядок получения ответов гражданами, знаете? Да, в любом виде Адрес электронной почты Послушайте, место жительства это не адрес Со мной можно связаться по телефону 8 900 Ну да, примерно 279-78-74 И есть у меня адрес электронной почты Которую я специально завел для того, чтобы получать туда ответы Партнер Google Партнер Google Так пишите Я не знаю, как по-другому сказать Адрес организации Вот он, одет официант Адрес? Да-да Одет в Соединенных Штатах Америки Я не знаю Я в интернете работаю Там адреса не сообщают Могу в электронном виде предоставить распечатку полную Это он снимал Что вы хотите сообщить? А хочу сообщить вам Что вот эти вот конусы В количестве 16 штук Да я уже не помню Вот как вы приехали Постарайтесь вспомнить Вы во сколько приехали сюда? Нет, вы во сколько приехали? Я пытаюсь время уточнить Узнав у вас во сколько вы приехали Я не смотрел на время И я не смотрел на время Часа три назад примерно Какого числа? Ну было 14-е судя по всему Сегодня 15-е Значит было 14-е до этого Потому что сейчас уже за полночь Поэтому получается где-то так Правильно? Вот, 14-го Декабря 2018-го года Мы с другом Алексеем Шамардиным Вот он находится рядом Обнаружили Да, обнаружили вот эти конусы А вот они препятствовали движению На дороге На дороге Вот, на дороге Кондратинка 14 Да, на дороге Препятствовали движению Они под запором стоят На дороге, инспектор Когда вы их забирали Когда мы приехали Где они стоят? Подождите На проезжей части Не на проезжей части На дороге На забором забрали А это мы потом уже убрали Вы вместе с вами подошли Вы сказали уберите Слушайте, мы обнаружили Пишем на проезжей части Слушайте, объяснение Где мы Да дайте мне объяснение дать зачем вы убеждаете меня мы пишем инспектор на дороге на элементе дороги элемент дороги включает тротуар тротуар вот этот тротуар где бордюр за бордюром вот сюда тротуар так он пишет что на дороге обнаружил нет а вот он пишет подождите садов покажите день дорогам я не можете объяснить ему зачем вы кричите инспектор да я его не могу перекричать вашего коллега я уже объясняю послушайте я вас не пойму в общем вот здесь вот да обнаружили вот эти предметы да которые мешали движению пешеходов обратились к инспектору вот принесли к патрульному автомобилю хотим сдать как находку что ли как как что нет вот так они ставят вот полицейский вот так на парковочные места не ставят вот сюда это в течение года мы изымали постоянно до этого стойки стойки по моему шестнадцать пересчитайте я просто могу ошибиться 8 круглых и 8 квадратных получает вот обратите внимание друзья пока инспектор составляет материал второй инспектор играется в своем телефоне да что вы там прячете идите бмв сфотографируйте вас будет административное дело так вы же менеджера ждали говорили вместе с вами эту бмв зачем ее ждать ее же эвакуатор не заберет сказали колеса там большие ли что такое надо сфотографировать регистрационные государственные знаки и возбудить административное дело а к зачем тогда эвакуатор ждете если сфотографировали и выяснили что ее забрать не могут вы как-то путаетесь инспектор и телефон то есть вы все хорошо кому позвонили что эвакуатор инспектор сообщал инспектор сообщил просто вы как-то телефон прячьте раз вы никуда не должны идти спокойно играйте с телефон да и все ну а чё вот так отворачивать тогда у меня возникло ощущение что вы прячете а никакие личные фотографии там игры у вас я снял игры у вас игры играете в телефон да иду понятно сейчас подаю заявление в отношении действий официанта который ударил мне по камере но и заявление напишу на менеджера за нецензурную брань в общественном месте и наверное инспектором напишу заявление за то что менеджер переставил автомобили точнее припарковал переставил и они не привлекают к ответственности а стас пишет опрашивается его он опрашивается по поводу этих конусов а вы защищаете преступников да инспектор а чё же такое у вас камера была открыта и что значит сломан а то есть со сломанной камерой хожу слушай слушай что инспектор говорит сас ты слышал не что мне камера было поломана у меня куча свидетели что она целая была свидетели была поломана у вас а может быть так куда за открытая была правильно ну да она больше не валишь постоянно да-да-да поломанной камеры да понятно ну ладно она сейчас поломана сейчас да и на она снимает да но откуда я знаю что когда мы приехали она тоже самое было не поломано и так же снимал. Никто не знает, правильно. Ну вот, в том-то и дело. Вот это я же хочу вызвать. Логично. Давай-ка все, давай. Подождите, подождите, инспектора, а менеджера? Дважды он уезжал. Вот объясни человека, что надо ехать работать. Не, подождите, ну как работать? Вы здесь... Менеджера год уже привлекаете. Вы не привлекаете ни разу. Подождите, я не понял, вы отказываете что-ли выполнять свои обязанности. Да подожди, при чем он переходил? Я ничего не могу понять. Товарищ инспектор, а вы можете принять обращение, пожалуйста? Мною зафиксировано нарушение водителям транспортного средства дважды. Стоянка на тротуаре он осуществлял. Покажу, да. И он уехал, сел в машину, уехал. Я попросил инспектора привлечь, он говорит, увидел, да, что он садился. Сейчас он выйдет, он говорит, привлеку. Просьба привлечь вот этого вот водителя к ответственности. Два нарушения. Он два автомобиля переставил. Вот так, не закрывается. Можете, пожалуйста, привлечь к ответственности? Кого? Менеджера. Вот, можно попросить следователя, чтобы он вышел. Я просил представителя Росгвардии, он за ним ходил, он не вышел. Я ему говорил. Вы понимаете, что это бездействие, инспектор, то, что вы сделали. Менеджера упустили этого. Товарищ инспектор, так вы можете отреагировать, пожалуйста? Потому что ваш коллега не хочет реагировать. Кто меня перед лево? Где этот менеджер? Вот, смотрите, сколько полицейских. Разве никто не может попросить его выйти к нам? Мне запрещено заходить. Хорошо, товарищ полицейский, вы можете попросить менеджера выйти? Товарищ полицейский, менеджера можете попросить выйти? Какой фельд? Привлечь к административной ответственности. Потому что он, инспектор, ждал его. Я занимаюсь вами сейчас. Не, можете просто попросить, потому что инспектора не могут туда заходить. Вы хотите себе до конца? Конечно. Вы можете попросить менеджера выйти? Его там опрашивают. Поехали, мая, конусы надо доставлять. Его там опрашивают. Значит, никто не может, правильно сказать? Почему? Я поднимался, его приедут. А, его? Понятно. Ну все. Ну давай, не счастливо. Ага, хорошо. До свидания. С хорошего настроения. И держитесь там. Денег только нет. Со слезами на глазах провожаем сотрудников ГИБДД с открытым багажником, из которого могут вывалиться конусы. И это станет основанием, то есть причиной для ДТП, может быть. И здесь продолжаем дальше со следственно-оперативной группой, с Алексеем наш надзор и разбитой камерой. Так, Алексей, что? Закончили, надеюсь. Все, заявление подал. Сейчас мест происшествия осматриваем и все. А, все, вопросов нет. До свидания. Так, вот Росгвардия уезжает. Все уезжают потихонечку. Вот они садятся. Тут полиция. Сейчас мы идем осматривать место происшествия и все на этом. Здесь машины все разъехались. Их нет. Здесь автомобили. Ну вот такой. Ценой разбитой видеокамеры, в общем-то, мы устранили здесь все правонарушения. А елка у них красивая, только ведут себя не очень. Ну ладно. Да, да, как коллега, он как журналист. Ну меня явно не пустят, потому что Алексей участник. А мне можно с ним, как оператор? Я же как бы коллега, работаю. Ну да, я же освещаю. У меня задание такое. Да, да, как коллега. Я же освещаю. Я ничего. Я же присутствовал, как бы покажу. Так, здесь направо мы заходили. Сейчас мы посмотрим. Да, направо. А, это девушка. Направо, вот здесь. А вот молодой человек, который был, да. Который тебя толкал. Да, ладно. Ну, не, это да, это понятно. Я просто говорю. Вот здесь. Можно пройти, показать? Нет, он сейчас подойдет. Не, 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 я место показал. А официант здесь остался еще, нет? Место, место. Где произошло, я хотел показать. Да, он здесь примерно. Ну здесь все сейчас. Прям вот тут вот. Вы можете отойти. Человека сфоткают. Все, 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 отхожу. Все, человека сфотографируй. А официант здесь есть еще, нет? Вот вы спросите, как бы, на тот что-то. Не спрашивайте. Может, здесь еще человек? Официант. Ну, который бил по камере. Вы видели, который бил? Я вам покажу, кто это. Давайте я вам покажу, кто. Вот этот здесь. Можно спросить? Посмотрите, пожалуйста, что он из-за. А, вот этот же, по-моему, или нет? Это не похож. Или другой. Они тут одинаковые все. Вот этого нужно. Покажи. Я покажу. Алексей, вы можете встать на то место, где у вас был удар по вашей камере? Вот так, да. Чуть дальше, Алексей, был. Здесь? Да, где-то вот так вот. Примерно так. Примерно так. Ага. Может, кайру так. Сон нам только снится. Я на суд. Дежу. Следственные действия. Скажите, пожалуйста, а то вы пользуетесь вот этими рациями, да? Они у вас зарегистрированы в Минсвязи? Ну, мощность у них какая, не в курсе. Просто если мощность, ну, большая, их нужно регистрировать. Надо будет обязательно проверить. А то вот мне подсказали просто. Много вижу в кафе вот такие вот рации. Говорят, если больше двух ватт, по-моему, нужно регистрировать. Так. Все, Алексей? Нет, нет, сейчас лицо покажу. Фотографировали, да? Ты что делаешь, я доклад. Дебил. Ты. Поясни. Я тебе поясняю. Поясни. Ты вообще идешь поясни, а ты фонарик. Я знаю. Какой мастер. Сейчас будет больно. Вот он. Да видно будет. Вот это вот здесь вот. Вот сейчас. Вот парень. Можете спросить? Вот он, вот этот. А вот коллега, наверное, знает. Знаешь, так мало. Вот. Ну, ваш, ваш. Я без понятия вообще тут. А, без понятия. А, спасибо. Понятно. Там же тоже они приходящие, уходящие. Такого же не бывает. Он устроен должен быть. Есть, которые заказывают. Например, номер оборудования. Он же где-то устроен. Наверное, но они могут его не знать. А камеры не работают, наверное. Работают, предоставят. А, работают. Это системный администратор. Понял. Это необычно, что работают камеры. Да? Нет, мы вас снимать не будем. Мы просто следственные действия. А, администратор сейчас вы? Это я. Был другой вроде. Это я администратор. Вы? Понял, у вас. Просто был другой. Да я против этого. Вы снимали. А вас никто не снимает. Мы следственные действия снимаем. Вот. Вот это. А в чем следствие? Ну, я же не знаю. Правы у тебя следователи? Смотрите. Я езжу апельсин. Это хорошо. Это мандарин. Но я очень люблю тоже. Наши машины стоят на прокопке. Это правильно. Это хорошо. Мандарин полезен. А, ну все. Сам люблю. А вы любите мандарин? Да пусть стоит. Алексей, я спрашиваю. Мандарин любишь? Кушались. Что вы делаете? Она не отравливается. Пожалуйста, не суйте мне ничего. Не надо, да. Не надо. Я вообще другое сейчас делаю совсем. Вот этот. Вот. Товарищ полицейский, можете спросить? Вот, вот этот парень. Давайте мандарин снять. Да подожди. Ну, ладно. Что вы делаете? Мандарин хочу снять. Пожалуйста, подожди. Мандарин хочу снять. Я делаю. Хорошо. Да. И ты это подожди. Товарищ блогер. Не снимай меня. Вы же видите, куда камера направлена? На него. А вот его снимай. А вы там мне зачем? Давайте его снимем. Зачем? Очень уважаемый человек. Криминальный мир. Я думаю, вы снимем. Хорошо. Надо снять на самом деле. А или плохо, не знаю. Ага. Он же мимо идет просто. Телефончик дать прямой мою жену. Возможно. Я поэтому сказал, возможно. Возможно. Если преступление реально будет. Не знаете, кто это? Проседите тарелку, наверное, да? А он не знает. А дело в том, что смотри. Я могу легко доказать, что они знакомы. У меня есть простые ролики, видеозаписи. Где вот этот самый менеджер с этим официальным. То есть сейчас его здесь нет? Мы установим, не переживайте. Наверное. Я никогда не знаю. А его здесь нет, да? А он не знает. Нет. Мы установим. Послушай. Он сказал, что за мои вопросы не готов. А вы можете спросить? Он, наверное, забыл просто. Вы знаете его, не знаете? Здесь этот человек. К вам не я уже обращаюсь. Вот фотографии. Внимать, посмотрите. Иначе это будет. Предупредите его заложенное. Можно предупредить? Я сейчас. Ребят, я сейчас в данный момент нахожусь в одной части ресторана. Что может быть в другой части ресторана? Нет. Человек вот это знает, его спрашивают, полицейский или нет. Чего вы в игрушки играете? Я в игрушки не играю. Знакомый или знаете? Подождите, полицейский, он знает его. В данном случае... Он здесь находится? Я не готов ответить. Он мне не отвечает просто. Я не знаю. Я не знаю, честно. Так найдите его. Наверное, нет. Ну, честно. Телефон его есть? Фамилия есть? Устроен он где? Где он работает? Можешь спросить? Фамилию, телефон этого гражданина. Чтобы он назвал. Что это такое получается? Он его начальник, он знает его. Он узковый разберется. А он потом... О факте, конечно. Он будет дополнительно... Нет, подожди. А вдруг этот человек здесь? Сейчас находится. Его можно опросить сразу же. Бил, не бил. Если бы человек был здесь, я спросил все, кто участвовал. Смотрите. Я просил все. Он сказал, что я не знаю, в какой в конце он. Может быть ресторан, может здесь, может не здесь. Слышали, как он отвечал? Спросите четко, он здесь или нет? Здесь может быть этот человек? Или он ушел? Или он ушел домой? Или работал? Ну, ребята говорят, что сейчас не в данный момент. А там я точно не знаю. А вы не знаете, да? Ребят, я сам попалю. Расписывайтесь. Ой, ну все, ладно. Расписывайтесь. Да пойдем, а что? Устриц у них нет. А нет устриц, да, у вас? Ну, в данный момент... А, просто говорят, нет. Понятно. Ну, ладно. Устриц хотел. Люблю устриц. Кофе по 500 рублей. Нет, устрицы. Так, офе понятно. Это в среднее... Так, вот, Алексей, сейчас будешь расписываться, да? Да, протокол осмотр. И все на этом, правильно я понимаю? Да. На сегодня, да. Машин нету больше на тротуаре. Нету. Самая главная задача. Так. Вот, смотри, что получилось. Значит, здесь разошелся дисплей. А, видно, щель, да? Видно, да? Щель появилась. Сейчас, подожди, да. Цвет передачи зеленый, вот, цвет появился. Вот, зеленый. Ну, мы на полосе, там у меня снято, на машине вы... А, на полосе ты снимал, да? И вот дисплей. Щелкает. Все, понятно. Не закрывается. Да. Понятно. Вот, слышно даже, даже, идет. Вот он. Видишь, что, нажимаем, не закрывается. Не закрывается. Давай, проверю я. Давай, проверю. Оп. А, вот. Щелк. А, он гасит. А, он теперь не открывается. То есть, механизм поврежден, да? Да, механизм поврежден, скорее всего. Либо в ту сторону, либо в эту. Ясно. Все. До свидания. Надеюсь, не увидимся. Надеюсь, меня услышат. Так. Меня занят. Очень надеюсь. А, елка классная, ребята. Вот елка мне нравится. Вообще отлично. Замечательная просто. Вот именно такая. Классно. Там участковый один составит. Так. Такой может быть? Ну, участковые, что-нибудь, тоже работают. Он тоже? До девяти вечера. А сейчас-то они в двенадцать ночи дома. А, понятно. То есть, он тоже может, если не требуется, да? С первой оперативной группой, он может, что-то. Ну, если его позволяет в рабочее время. Понятно. Мы там выезжаем уже после скольки. Мы после двенадцати выехали. За это мы выехали. Потому что как дежурный. То есть, он имеет право без следствия принимать решение. Если не требуются эксперты или специальные какие-то сотрудники, то можно так. А у меня участковый оформил, когда камеру разбили. Все, спасибо большое. Все, до свидания. Всего доброго, Игорь. А, еще что-то. Самое главное, чуть не забыл. Алексей. Да, сейчас распишусь на такой рассмотр. Да, там с их камеры отдадут. У них там съемка нормальная. Там будет со стороны вообще все видно. Да у них, если они скажут, мы это, у нас не работал в этот момент. Ну, мы предоставим тогда. Я выдеру его. Будет согласно нашей съемке. Тогда на меня напишут. Вы, да. Что насильно выдрал. А мы инспекторам говорим, разбивайте стекло этому. Вторая видеокамера за второй день разбита. Да. Порядок дается вот такой вот ценой. Вот смотрите, отвлекали они Росгвардию, сотрудники ГИБДД, вместо того, чтобы за полтора часа, вернее за полтора, говорю, за полчаса решить вопрос, ну за час максимум. Потратили на это кучу времени. Даже следственно-оперативная группа вот приезжала, видите, уезжают сейчас. Сколько задействовано сил для того, чтобы на одном тротуаре навести порядок, ребята. Представляете? Смотри, вот так вот. А вот последний автомобиль уезжает. Дождались, пока инспектор уедет. Ну все правильно. Все так и надо делать. Все, спасибо. Нет, спасибо большое вам. Всего вам хорошего. До свидания. Удачной вам службы. Всего хорошего. До свидания. К нам вопросов нет? Все, нет, никаких спасибо. До свидания. Так, ну что, друзья, вот такой вот ценой дается наведение порядка. Вторая видеокамера за второй день разбита. Да, порядок дается вот такой вот ценой. Вот смотрите, отвлекали они Росгвардию, сотрудники ГИБДД, вместо того, чтобы за полтора часа... Два экипажа Росгвардии приехал опять, плюс ответственные за Росгвардии, ответственный от ГИБДД был, экипаж ГИБДД выезжал, инспектор ДПС, и следственная оперативная группа была здесь. И вот все из-за того, чтобы убрать там машин 15, наверное, с тротуара всего лишь. Да как-то даже не 15, наверное. И все это из-за того, чтобы убрать машин 8-10 с тротуара. Вот такой вот ценой это было сделано. Была мне вменена еще попытка проникновения сначала на территорию вот этого вот ресторана. Но потом, видимо, они, не знаю, передумали, может быть, что-то. Или что-то еще, какую-то причину придумали. А может быть и не передумали, позже обратятся. Но мы посмотрим, что здесь происходит. Надеемся, значит, это как-то повлияет на наведение порядка. Здесь не будут больше они ставить транспортные средства на тротуар. И никогда вот эти конусы тоже не будут выставляться на проезжую часть. Потому что, ну, вот такой ценой, я думаю, должно что-то измениться. Потому что не может это вечно продолжаться. И как-то должны заинтересоваться полиция, значит, вот этим местом. Иначе позор всей полиции Краснодарского края за то, что не могут убрать каких-то конусы, какие-то машины с тротуара и навести порядок у какого-то ресторана. Ну, что получается? Эти бизнесмены, они что, получается? Плевать им, что ли, на всю администрацию, на всю полицию, что ли, города Краснодара. Ну, такого же не должно быть. Это просто, получается, какое-то неправовое государство. А что это получается? Бандитизм какой-то, что ли, из 90-х? 90-е. Лихие. Вот что это получается. Вот такой ценой, друзья, даются. Ну, а что делать? Иначе, наверное, никак с нашей полицией.